Тут нам, кстати, в чате напоминают про вот это предложение Радия Фаритовича, про протянутую руку. Пользователь Ильяс Баширов такой комментарий оставил. Оказывается, Радий Фаритович – открытый человек, готовый к диалогу с жителями республики. Получается, что Прочаковская скрывала его положительные качества от всех нас. Да-да-да, действительно. Извините. Вот интересный момент. Они сейчас во все трубы дуют такую песню. Оказывается, все плохо, но мы сейчас все исправим. Вот я отвлекусь от Прочаковского, мы, наверное, еще поговорим о ней. Меня восхитила позиция Хабирова по золотодобыче. Он, значит, помчался сейчас в Училы, собрал там, значит, вот эту комиссию по недропользованию и говорит, надо же, ну как все ужасно, нам никто, значит, говорится, лица не открывает, там безобразное поведение золотодобытчиков. Радий Фаридович, с самого прихода вы сразу же послали туда вот этого своего Барданова. Барданов, по вашей предыдущей версии, навел там полный порядок. Все, значит, залицензировал там, всех негодяев убрал. Все стало замечательно. Потом Барданов почему-то съехал, значит, там на склады в Донецк. А теперь вы поставили Абдрахманова, который навел еще больший полный порядок. И все стало прекрасно, и вы очень его хвалили. И вдруг теперь Хабиров приезжает и говорит, здесь ужас-ужас, и сейчас мы наведем порядок. Человек не понимает, что он сам себе подводит черту под своей деятельностью. Что пять лет вот в конкретной этой сфере они занимались совсем не тем, чем нужно. Я сейчас не буду подводить вашу замечательную студию под уголовную статью, но на самом деле тут, наверное, должны звучать более жесткие формулировки. И теперь он на голубом глазу нам рассказывает, что теперь-то он снова наведет порядок, уже, как говорится, железной рукой и собственноручно. Это как минимум смешно. И на самом деле то же самое примерно касается вот этой вот его открытости. Потому что та же самая, не к ночи будет помянута, Прочаковская бесконечно говорила о том, что Ради Фаритовича вообще все мы тут окончательно открыты полностью настолько, что даже смотреть неприлично на эту открытость. И вдруг выясняется, что открытости, оказывается, не хватало. Инстасамки были не охвачены вниманием главы региона. Или там, например, писатели не до конца были обеспечены возможности им общаться с народом. И сейчас Ради Фаритович железной рукой обеспечит им эту возможность общаться с народом. И вообще союз писателей возродит и гранта уже практически раздал. Выглядит это по меньшей мере смешно. Ну, а как это на самом деле выглядит, мы посмотрим, скоро поймем.